добрый день дорогие друзья с вами татьяна беннетт сегодня мы будем изучать с темы эссея в которых присутствует фраза the best way я продолжаю свой курс по подготовке кега по английскому языку курс называется логика написания эссе она посвящена ключевой фразе the best way в разных темах из и мы рассмотрим формулировки противоположных мнений выбор мнения автора и аргументов для сочинений которые нужно написать на такие темы эссе дорогие друзья подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписались уважаемые школьники если вы будете смотреть пересматривать мои уроки то каждый урок будет приближать вас на один шаг к заветной цели получения отличной оценки на егэ по английскому языку перед вами несколько тем эссе и это очень типичные примеры сожалению к сожалению старшеклассники очень часто путаются с этими темами я еще раз напоминаю что у меня был отдельный видео урок потому как работать с ключевыми словами в теме эссе и перед нами сложная лексика the best way это сложно это проблемная лексика на которой нужно уделять особое внимание но во первых это превосходная степень и и очень часто теряют есть такая тенденция и во вторых это общая лексика эта фраза она является слишком общей и над ней нужно поработать прежде чем начинать писать сочинение и так задача номер один вспомнить синонимы ну она не самая сложная здесь просто желательно запомнить что у слова good есть синоним хороший beneficial поэтому the best будет the most beneficial и именно в этих темах слова way лучше поменять конечно на слово метод можно запомнить слово advantage но в нем в общем-то нет особой необходимости и так задача номер один просто запомнить слово beneficial который пригодится в любом абсолютно сочинение где будет слово будет бета или the best вторая задача это конкретизация данной лексики и параллельно обдумывание аргументов но когда мы говорим о путешествие на самолете то конечно есть совершенно очевидные аргументы и очевидные варианты которые мы будем использовать это и самый быстрый способ и статистически это наиболее наименее опасной кто-то может сказать что это наиболее комфортной но это не самый убедительный аргумент и вариант для конкретизации данного слова мы также помним что очевидный факт то что это самый дорогой способ путешествия когда мы говорим о пешеходных перемещениях по городу мы начнем с конца это безусловно это опять же очевидно что это самый лучший способ передвижения для здоровья это абсолютно бесплатный то есть самый дешевый можно сказать что это тот который наименее напряженный потому сравнить переполненными автобусами например и в определенных контекстах он будет самым быстрым способом передвижения ну или самым медленным в зависимости от того какие варианты мнения и противоположным мнение вы выбираете тема playing computer games is the best way to spend your free time здесь проблема в том что нельзя ни в коем случае переносить эту тему на себя речь о вас не спрашивают что вы предпочитаете что вы считаете для себя лично самым лучшим времяпровождением речь идет о людях вообще о каждом человеке поэтому все варианты толкование слова the best они не будут убедительными вариантами ну а для того чтобы понятнее было как же выбирать аргументы нам прежде всего нужно выбрать противоположное мнение и я бы хотела обратить ваше внимание на то что для большинства темы с и очень желательно подбирать целый ряд противоположных мнений и использовать то для которого легче всего подобрать аргументы я заметил уважаемые старшеклассники что как правило когда вы выбираете мнение автора вы выбираете тему эссе но это не всегда самый лучший вариант поэтому нужно сначала вы посмотреть какие существуют противоположное мнение но их видите получается очень много это не значит что каждая из них легко использовать сочинение нет конечно но в некоторых случаях противоположное мнение будет гораздо более хорошим вариантом для мнения автора чем темы эссе и я сейчас постараюсь именно это продемонстрировать на двух темах эссе первое the best way to travel is by plane и 2 playing computer games is the best way to spend your free time в первом случае если мы выбрали тему эссе как мнение автора то конечно здесь какие-то очевидные вещи говорим что это самый лучший самый быстрый и наименее опасный статистический метод против мы скажем что это не очень комфортный но можно заметить что это какой-то короткий короткое путешествие можно потерпеть хотя это такой противовес мнению оппонента будет наверное не самый лучший но и например если это самый дорогой способ путешествий то как опровергать этот аргумент ну мне например непонятно если мы возьмем прямо два практически прямо противоположных мнения то здесь прочее если мы говорим это не самый лучший или это самый худший способ путешествия тогда мы скажем что потому что он самый дорогой и наименее комфортный ну а нам скажут ну как же он самый быстрый мы скажем ну да он быстрый но ведь все время за самолет откладываются рейсы и от погоды очень сильно все это зависит таким образом вот в этом варианте прямо противоположное мнение будет наилучшей опции для мнения автор надеюсь что вы со мной согласитесь для сочинения для для второй темы с и мне было очень тяжело вот делать подборку для того мнения автора который совпадает с темы с и возможно вам будет легче вот прочитать что я здесь написал но зато когда мы берем противоположное мнение как мнение автора playing computer games is the best way to spend your free time is not the best way to spend your free time тогда здесь проще здесь сразу же какие-то очевидные вещи вспоминаются нужны простые убедительные аргументы вот они перед вами то что это сидячий образ жизни ведет к сидячем образ жизни что это плохо для зрения для мнения оппонента можно выбрать то что здесь я пропустил слово develop развивает умение и навыки работы в цифровой среде но тут же мы можем сказать но это же не обязательно сидеть в игры играть можно ходить на какие-то специализированные курсы и там точно также развивать все эти навыки а есть еще очень хорошие противоположное мнение которое можно выбрать как опцию мнение автора когда мы уходим от превосходной степени когда мы говорим one of the best playing computer games is one of the best ways to spend your free time и в этом случае мы полностью ушли от превосходной степени и в этом случае мы просто говорим о том что это хороший способ проводить время и здесь достаточно легко подбирать совершенно очевидные аргументы что это общение с друзьями что это различие развлекательный способ что это образовательный способ что это рабочий учимся работать в команде и конечно мнением оппонента будет тема эссе что это самый лучший метод проводить свободное время потому что вот слово девелок почему-то здесь тоже забыто потому что это единственный способ для того чтобы развивались навыки работы в цифровой среде но здесь мы можем опять вспомнить что для этого необязательно играть в игру можно какие-то курсы ходить ну давайте подведем итог дорогие друзья первое the best the best way фраза который очень часто присутствует в темах эссе является общей фразой и и необходимо конкретизировать необходимо подбирать толкование эти толкование должны зависеть от тех аргументов которые вы будете выбирать и безусловно все это нужно выстраивать в единую цепочку вместе с противоположным мнением и с выбором мнения автора еще раз напомню что мнение автора совершенно не обязательно должно быть темы с не обязательно поддерживать то мнение которое высказано в теме с очень хорошо и очень часто и тем более для таких тем где есть слово the best мнением автора использовать ту точку зрения которая противоречит теме эссе в качестве примера мне дополнительно хотелось бы продемонстрировать сочинение на тему distance learning is the best form of education и в этом сочинении выделено зеленом все предлагательные в превосходной степени обратите внимание на то что если мы избавимся от превосходной степени прилагательных то в этом случае вы будете доказывать не то что это самый лучший способ образования вы будете доказывать то что это просто хороший способ образования тема дается одна а то оказывается совершенно другое и так distance learning is the best form of education many people believe that learning online is the best form of acquiring knowledge and academic certificates others think that it is not the best format of education i wholly agree with the first view the main reason is that online learning is the most time-saving form of education people do not waste time on traveling to their school university or language center another reason is that e-learning offers opportunities to study abroad from home it saves time and it is much cheaper than any other process of learning abroad or studying with tutors in addition online learning is the most interesting form of studying because a wide variety of different online materials are used on the internet such as ebooks educational videos and audio tracks however some people argue that distance learning is not the best form of education the reason is that people lead a sedentary lifestyle is if they study from home they become physically passive and overweight i do not agree with the above opinion when they study in virtual classes they save time and have much more free time to do sport or exercise than those who have other types of classes in conclusion i'm convinced that distance learning is the most beneficial form of education it is the most time and course say efficient and the most interesting process of gaining knowledge дорогие друзья когда я читала я заметила что вот здесь явно не хватает слова only для того чтобы подчеркнуть что только в интернете можно найти те материалы которые делают такое образование наиболее интересным я очень надеюсь что сегодняшний урок был интересным не забудьте поставить лайк если это было именно так и надеюсь что все материалы объяснения рассуждения также принесут вам большую пользу подготовки к егэ по английскому языку